Под руководством главы района прошло еженедельное планионное совещание. Оно началось с приятного момента. Хотелось бы начать наше сегодняшнее планионное совещание с приятного события. Буквально неделю назад в Кашхабле было проведено торжественное мероприятие по открытию мечети. Очень много людей приняло участие в данном мероприятии. Много неравнодушных людей принимало участие в строительстве данного объекта. Хасокова Анзора, который финансировал все это решением Кашхабского совета народных депутатов, вот принято решение о присуждении почетного звания почетного жителя Кашхаба. Но сегодня мы хотели бы выразить свои слова благодарности генеральному подрядчику, строителю данного объекта. Руслану Кунагову, который приложил силы, средства, терпения, знания. И получилось такое замечательное сооружение, замечательное здание, которое, я уверен, простоит сотни лет, а может быть и больше. Руслан, от себя, от лица муниципального образования, жителей Кашхабринского района, здоровья, счастья, благополучия. Ты работаешь у нас сейчас в районе, продолжаешь строительство газопровода низкого давления в хуторе «Красный фас», который, я думаю, до конца апреля будет сдан, да. И началось довольно-таки активное строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по воле ИГУРХ. Я уверен, что в декабре месяце мы его тоже, прожественно, откроем. А сейчас, позвольте мне вручить нашу скромную награду. Далее, заместители главы, начальники отдела в администрации района и руководители муниципальных учреждений подвели итоги проделанной работы за прошедшую неделю. Рассмотрение вопроса в повестке очередного планерного заседания началось с доклада первого заместителя главы района Руслана Ямыкова о ходе призывной кампании 2022 года. Заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов рассказал о проведении углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию. У нас прошли на сегодняшний день 14 530 человек вакцинацию, в том числе и вакцинацию. Исполнение доведенного плана 79-17. Необходимую эту работу продолжим всем, в том числе и разъяснительную. Сейчас, вот с начала той недели, в пятницу, началась уже углубленная диспансеризация лиц, которые переборили ковидом. На сегодня у нас по району это 1025 человек. В течение двух месяцев эту работу нам нужно сделать по диспансеризации этих лиц. Затем заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова в свою очередь доложила, что в минувшие выходные в райцентре прошла очередная ярмарка выходного дня, на которой присутствовали около 20 предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. Еще одним из актуальных вопросов, рассматриваемых участниками совещания, выполнение мероприятий по противопожарной безопасности на сельскохозяйственных объектах при проведении сезонных работ в текущем году. По данной теме выступил начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев. За неделю ситуация с возгораниями стабилизировалась за счет выпадения осадков, хоть небольших, но все равно это стабилизирует возгорание сухой травы, сухой растительности. И за счет, как следствие, за счет роста зеленой массы. Основные мероприятия по соблюдению мер пожарной безопасности при проведении сезонных работ, это уборка зимых кололосовых культур. Как обычно, будем проводить переборочное совещание, на котором все эти вопросы будут рассматриваться. Будем приглашать соответствующих специалистов пожарного надзора, которые по роду своей деятельности будут проводить работу по контролю за соблюдением сельскохозяйственными товаропроизводителями. Всех мер пожарной безопасности при проведении вот этих вот работ. На планерке были обсуждены и другие важные вопросы. По ним вынесены соответствующие решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова